Инспекторы ДПС оформляют аварию с участием двух автомобилей. Ее причиной стало несоблюдение дистанции и невнимательность. Водитель не успел затормозить, когда впереди остановилась машина. Пропускали пешехода, я этого не заметил, получается. И, в общем, видимо, нажал на тормоз, снег и понесло меня. Не успели вовремя остановиться, да? Да, получается. Погодные условия плохие, состояние дорожного полотна оставляют желать лучшего. По данным полиции, с начала января в городе уже произошло более 200 аварий с причинением материального ущерба. Погодные условия, как говорится, неблагоприятные, то, соответственно, водитель должен учитывать данную обстановку и, соответственно, с этим выбирать скорость движения и также ориентироваться, как ему лучше действовать и успеет ли он совершить данный маневр или нет. Если столкновение произошло, водители не должны забывать есть обязанности при ДТП. Первое – это включить световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в городе за 15 метров от поврежденных авто. Все это, чтобы предупредить других участников дорожного движения. Если водитель, например, не выставляет знак аварийной остановки, не включает световую сигнализацию, то за это также предусмотрена административная ответственность. Пункт правил 2.5 ПДД РФ статьи 12.27 части 1 штраф предусмотрен за это 1000 рублей. Дороги заужены именно сейчас. Любое столкновение может привести к транспортному коллапсу, поэтому в ГИБДД призывают, если это возможно, оформлять аварию по европротоколу. Главные условия участниками ДТП стали только две машины, у обоих водителей есть полис ОСАГО, нет пострадавших. Виновник не отказывается нести ответственность, ущерб до 100 тысяч рублей. Сначала необходимо зафиксировать положение транспортных средств на прорежей части и по отношению друг к другу. Это можно сделать с помощью фотографии на телефоне. Также приветствуется видеозапись. После того, как вы все сфотографировали, вы можете убрать транспортные средства с прорежей части, чтобы не препятствовать другим участникам дорожного движения. Отъехав куда-то в безопасное место, вы заполняете бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии. Именно отсутствие бланка извещения ДТП смущает многих водителей. В ГИБДД поясняют, его можно заполнить немного позже. Также зафиксировать фотографии с телефона либо фотоаппаратом повреждения транспортного средства и написать обязательно расписку. На любом леске бумаги водитель пишет, что с виной в ДТП согласен. То есть это уже будет основание, что он с виной в ДТП на месте ДТП согласился. Далее можно проехать любому офису страховой любой компании. После оформления не стоит затягивать с обращением в страховую компанию. В течение пяти суток каждый из водителей должен уведомить свою страховую компанию о произошедшем ДТП. Сделать это можно по телефону. Водитель, являющийся виновником дорожно-транспортного происшествия, в течение 15 дней не ремонтирует свое транспортное средство. В ГИБДД работает автоответчик. Номер телефона вы видите на своих экранах. Там можно ознакомиться с условиями Европротокола. Если вопросы все же останутся, переключат на дежурную часть. Кроме того, можно не ждать экипаж на дороге, оформить аварию в здании ГИБДД. Для этого необходимо зафиксировать ДТП и ждать указания дежурной части. Ольга Соловьева, Татьяна Кудрявцева, Новости.